Александр Иванович Куприн. Царёв-гость из Наровчата. 1933 год. Прежде всего, надо осведомить читателей о том, что такое Наровчат. Ибо слово это ни в истории, ни в литературе, ни в железнодорожных путеводителях не встречается. Так вот, Наровчат есть крошечный уездный городившка Пензенской губернии, никому неизвестный, ровно ничем не замечательный. Соседние городки по русской ахальной привычке дразнят его. Наровчат одни колышки торчат. И правда, все норовчатовские дома и пристройки построены исключительно из дерева, без малейшего намёка на камень. Река Безымянка протекает от города за версту. Лето всегда бывает жаркое и сухое, а народ — ротозей. Долго ли тут до божьего попущения, так и выгорал из года в год славный город, выгорал и опять обстраивался. Однако бедным городом Наровчат никак уж нельзя было назвать. По всему уезду пролегала превосходная хлебная полоса. Природным густым чернозёмом на две сажени в глубину никакого удобрения не надобно. Урожай — это груши, яблоки, сливы, вишни, малина, клубника, смородина, прямо хоть на международную выставку. А рогатый скот, домашние откормленные птицы и молочные поросята далеко превосходили и оставляли за собой не только Тамбов, но и Рославль. Рабочей крестьянской силой была преимущественно мордва, захожая издревле племя, родня с одной стороны финнам, а с другой стороны венграм. Народ туго понимаемый и языческий, но добродушный, уживчивый, не знающий отдыха в работе, трезвый и находчивый. Мордовские цветные вышивки на женских одеждах до сих пор известны всей России, так же, как и мордовская упряжь и мордовская обувь. В Рязанской губернии до сих пор ещё говорят о человеке скрытным и лукавом. Просто он прост, да простота-то его, как мордовский лапоть о восьми концах. Что же касается до помещиков, то почти все они состояли из татарских князей. Роды свои они вели от Тамерлана, то есть Хромого Таймура, Чингисхана, Тахтамыша и других полумифических восточных владык. Но уже давно отошли от веры Магометовой, а русскую грамоту разбирали кое-как, а то и вовсе не разбирали. Однако карточная игра прочно привелась в норовчате. В почтенных дворянских домах играли в проферанс по копейке очко. Духовенство резалось в стукалку, а в благородном собрании процветал серьёзный штос, за которым проигрывались не только крупные ассигнации, но порою коляски с лошадьми, крепостные мужики, бабы и девки и целые имения. Как уже сказано было выше, замечательных и примечательных событий в норовчате никогда не происходило. Даты времени отсчитывались по мелким домашним происшествиям. Но был всё-таки в утлой и скудной летописи безвестного городка Норовчата один-единственный случай, который смело можно назвать необыкновенным и которому в своё время с пламенной резвостью завидовали и толстопятая Пенза, и раскормленный Тамбов, и богатая магометанская мыльная Казань. Да и в самом деле было чему завидовать вскоре после победы над Наполеоном и двадцатью языками великий победитель, незабвенной памяти государя-император всей России Александр Павлович, высочайших соизволил осчастливить уездный город Норовчат своим милостивым посещением. Милость, с какой стороны на неё ни погляди, столь же громадная, сколь неожиданная и неизъяснимая. Правда, давно уже всем верноподданным россиянам была известна благородная любовь Александра Павловича к далёким путешествиям по своему царству. Недаром же после его кончины некий смелый Вития сказал краткую эпитафию «Сю жизнь провёл в дороге и умер в Таганроге». Однако прибытие царя в скромный Норовчат имело свой особенный чисто Норовчатовский характер. Для сокращения пути на Казань государевые передовые вожатые решили проехать через Норовчатовский уезд и следственно по мосту через речку Безымянку. Так и расположили маршрут. Ну, увы, на Безымянском мосту злой рог подстерегал императорский кортеж. Никто из императорской свиты не догадался своевременно удостовериться в состоянии моста. Этакие ротозеи. Государев Венский Дормес был и в меру тяжёл, а Безымянский мост не ремонтировался лет так с тридцать-тридцать пять. И вот произошла страшная беда. Тяжеловесный экипаж был на самой середине, когда Ветхий мост рухнул и развалился на мелкие части. Бог хранил своего избранника. Пострадали и то несмертельно фарыторы и ездовые. Государь же отделался сильным ушибом левой ноги. Всем известно, что Александр Павлович был истинным ангелом во плоти. Он всем простил и ни на кого не гневался. Наоборот, ласково утешал пострадавших и ободрял растерявшихся. И так как врачи настаивали на немедленном отдыхе для излечения ушиба, то государь милостиво соизволил принять гостемприимство в роскошном доме у предводителя дворянства Иннокентия Владимировича Веденяпина, куда он и был перенесён на носилках со всеми предосторожностями. Воистину прекрасная душа победоносного царя Всероссийского была полна доброты и благоволения. Когда ушибленная нога его величества пришла в такой порядок, что, будучи обвязанной крепкими бинтами, не препятствовала Александру Павловичу осторожно передвигаться с места на место, то государь с прелестной улыбкой дал своё согласие норовчатовским дворянам присутствовать лично на торжественном балу в честь выздоровления обожаемого императора. Бал этот, дававшийся в просторных залах благородного собрания, был сказочно неописуемо великолепен. Забинтованная нога не позволяла государю принять участие хотя бы в традиционном весьма нетрудном полонезе, но на усердные танцы норовчатовского бомонда, обучавшегося хореографическому искусству заезжий француженский де Пудель, он глядел, сидя в почётных креслах, с большим вниманием и с благосклонной радостной улыбкой. Ему особенно понравилась парочка Хохряковых, мужа и жены. Оба они были кургузенькие, бузатенькие, но ужасно манерные и жеманные. Вероятно, во всём мире не бывало видано таких вычурных, незатейливых гротесков, которые откалывало с важностью чета Хохряковых. Глядя на них, деликатный Александр Палыч делал все усилия, чтобы не расхохотаться громко. Но когда Хохряковы окончили свой черёд, он послал к ним адъютанта с просьбой узнать, не будут ли они так любезны, чтобы повторить свой танец. С неописанным наслаждением исполняли они желания императора, но этой чести было ещё мало. Покидая зал и поблагодарив норовчатовское дворянство, государь отдельно позвал к себе Хохрякова и ласково сказал ему. «Я с удовольствием любовался вашими танцами и очень жалею, что моя жена не могла их увидеть. Но если вам придётся когда-нибудь приехать в Петербург, то милости прошу ко мне во дворец, я охотно представлю вас, её величеству». На другой же день государь покинул норовчат. Казалось бы, ничего особенного и не произошло, если бы господин Хохряков действительно не съездил бы в Петербург к самому царю, и вот что он поведал об этом путешествии. Ехал я на Почтовых девять дней с небольшим, пока не приехал в Санкт-Петербург. Ужасно большой город, раз в десять больше нашей Пензы. Остановился в Балабинской гостинице. Шик прямо сверхъестественный. Переночевал благополучно. Утром велел коридорному начистить сапоги до военного блеска. Я спрашиваю, где здесь изволит проживать государь-император? Представьте себе, в гостинице никто и не знает. Слава Богу, околоточный надзиратель на улице помог. В зимнем дворце. Ну, я туда, на извозчике. Господи, ну и дворец! Я там себе, как самая ничтожная мошка, показался. Отовсюду входы и выходы. Сто крылет, сто подъездов. И всюду миллионы деловых людей бегают. Я спрашиваю, как подойти к государю? По его личному словесному разрешению и даже приглашению. Не тут-то было. Спрашиваю, а где у вас бумаги? Где разрешение? Кто за вас ручается? Кому вы известны? И тратата, и тратата, я уже потерял присутствие духа, как вдруг подходит ко мне тот самый флигель-адъютант, который на балу на ровчате такие насмешливые вирши складывал. — Здравствуйте! — кричит пензяк толстопятый. — Как жды вы здоровые! Что в Питере делаете? Я рассказал этому прекрасному гвардейцу все мое положение и все мои всякие адские затруднения. А он говорит, я понимаю, как вам тяжело в незнакомом городе, да еще без протекции. Подождите меня вот тут, у этой арки, а я вам сейчас разрешение принесу. Сказал и скрылся, а через четверть часа прибегает обратно. Государь очень рад будет увидеть вас восемь часов за своим интимным чаем. А пока пойдемте немного прогуляемся по Невскому проспекту и у Доминика, и в бильярд поиграем. Ровно в восемь поднялись мы по роскошным мраморным лестницам в верхние, уютные, лишенные всякой фешенебельности домашние палаты молодых государя и государыней. Когда я сделал низкий придворный поклон, Александр Павлович любезно протянул мне руку. Я хотел ее облобызать, но царь не дозволил этого и сказал, «Ручку ты поцелуешь у моей жены, вот. Лизонька, это мой друг из Наровчата. Прошу любить да жаловать». Ах, если бы ты знала, с каким отменным пафосом он танцует, старинный гроссфатр. Я приложился к прекрасной маленькой ручке государыни, и она ласково сказать соизволила. Очень рада сделать знакомство с вами. Позвольте предложить вам чай. А государь говорит, «Чего хочешь, брат Хохряков, чай или кофе? С позволения вашего императорского величества попросил бы чаю. А с чем предпочитаешь чай, брат Хохряков, со сладким печеньем или с марципаном? Как угодно вашему величеству». «А что, брат Хохряков, а не разбавит ли нам чай китайский настоящим ямайским ромом?» «Думаю, что не повредит, ваше величество». И тут государь обращается к своей парфероносной супруге. «Не знаешь ли, Лизонька, остался ли у нас еще в погребе этот отличный ямайский ром?» «Кажется, остался». «И чудесно», — говорит государь. «Ну-ка, полковник», — обращается он к юному флигеле-адъютанту, «идите-ка в погреб, поищите там рюмку покрепче и подушистее». Тот мигом сорвался с места и исчез. Не прошло и четверти часа, как он вернулся с кувшином бемского граненого хрусталя, наполненным амброзией и нектаром. Понимаете ли, ром из царских погребов, высочайшая во всем мире марка. У нас в Пензе лучшие знатоки вина определяли достоинство хорошего рома по мере того, насколько сильно он пахнул клопом. Но императорский ром — дело совсем другого рода. Он благоухал и портвейном, и хересом, и малагой, и Доппель-Кюммелем, и Мадерой, и Опа-Панаксом, и Резидой, и имел он крепость необычайную. Я с трудом через силу выпил рюмки четыре и больше не мог, натура не позволила. Вежливо, но отказался. В голове зашумело. Помню, как адъютант подал мне глазами знак «Уходить». Я низко раскланился, а государь, смеясь, спросил меня. — А скажи-ка, брат Хохряков, почини ли в Наровчате тот мост, на котором я чуть-чуть не сломал себе ногу? Мне стыдно и страшно было ответить, и я решился на маленькую ложь. — Государь, — сказал я, уезжая из Наровчата, я успел заметить лихорадочную работу над возведением отличного каменного моста через эту несчастную речку, но скоростью он будет закончен. Государь и государыня, милостиво простились со мной, флигель адъютант проводил меня пешком до моей гостиницы и по дороге все спрашивал меня, весело смеясь. — Что, брат Хохряков, вкусным я тебя ромом поподчевал? Так мое путешествие в Петербург и прошло благополучно. Но только, господа дворяне, вы уж меня перед моим обожаемым царем не подведите. Постройте хороший мост через Безымянку. И все благородное собрание ответило громом рукоплесканий и самыми горячими обещаниями. С того времени прошло сто лет с небольшим. До сего дня в Наровчате есть старинная поговорка «Чего, брат Хохряков, хочешь, чаю или сахару, с пироженами или с марципанами, но мост через Безымянку так и остался в прежнем ветхом состоянии. И по весне на нем неизменно калечатся люди и лошади». 1933 год Редактор субтитров А.Семкин